Дорогие друзья, спасибо за приглашение участвовать в столь представительном форуме. Я представляю отдел селекции семеноводства пшеницы и третикали Национального центра зерна имени Лукьяненко. И хочу рассказать за то, как мы видим правильное использование большого сортового набора, который представляет наш коллектив в производстве. В настоящее время на 2023 год по 8 культурам зерновым, которые наш отдел, над которыми работает, у нас сейчас зарегистрировано 168 сортов. И пшеницы мягкой одной озимой только 108 сортов. Но в производстве используются, конечно, не все. Есть старые сорта, которые еще не выведены из списка. Но, тем не менее, в прошлом, в 2022 году был получен рекордный урожай. И вы видите, какой пирог. Это использование более 40 сортов в производстве. И это значит, говорит о том, что эти сорта имеют широкое генетическое разнообразие, которое позволяет нам в какой-то мере доминировать над средовыми условиями. Хорошо или плохо, когда много сортов? Конечно, это более сложная система, которая требует больших знаний. Но, тем не менее, вот у нас корифей адаптивного земледелия, академик Жученко, он говорил, что сама эволюция в природе органического мира шла в направлении увеличения многообразия биологических видов и их экологической специализации. И они точно и ограниченно приспосабливались. И это им удавалось избежать действия многих стрессоров в окружающей среде. И с наибольшей эффективностью утилизировать ее благоприятные, в том числе неисчерпаемые, воспроизводимые ресурсы. Широкое использование генетически однотипных сортов и гибридов вступает в противоречие с законами эволюции и развития органического мира. Хочу напомнить, что в 1995 году у нас использовалось где-то в районе 4-5 сортов производства и урожайность в Краснодарском крае было всего 30 центнеров зерна с гектара. Поэтому в 1994 году мы заложили широкомасштабные опыты по паспортизации сортов нашей селекции. Был выделен восьмипольный севооборот 36 гектаров. И в то время, как раз я напомню, что, конечно, были сложные времена, научные исследования сокращались, многие темы ликвидировались. Но мы, тем не менее, нашли в себе силы и начали эту большую работу. И вот за 25 лет мы изучили 176 сортов на 104 тысячах делянок. Это большой объем, но тем не менее он позволяет получить знания, которые нужно только использовать, и на их использование практически не нужно никаких средств. Здесь я хотел бы привести пример правильной научной обоснованной системы использования сортов. Здесь вот, допустим, модельный пример. 16 агровариантов и берем лучшие 8, 3 лучших сорта на каждом варианте, получаем почти 61 центнер среднюю урожайность. Если мы берем только 3 самых худших сорта, 53, то есть практически на тонну зерна с гектаром мы теряем. Самый неурожайный сорт Дея, но самый урожайный Таня, но и она отстает от этой оптимальной сортовой структуры. И в сортовой структуре у нас представлено 3 группы спелости. Все практически группы по качеству, от продовольственной до сильной пшеницы. А Таня у нас, я напомнил, она продовольственная пшеница. И таким образом, ничего не вкладывая, можно только за счет грамотного использования сортов, мы можем получить экономический эффект. Ну и что хотелось бы сказать. Мы все... Ну тема моего выступления, она по экономике как бы, но мы здесь упрощаем вот эту систему оценки для лучшего понимания. Когда исследуем сорта, то мы понимаем, что затраты на их возделывание на одном поле, они примерно одинаковые. А стоимость продукции может быть разная. И здесь поэтому мы использовать можем натуральные показатели. Урожай, качество, зерна. Но хотелось бы сказать, что современные сорта дают наибольший эффект на высоком агрофоне. Вы видите, вот здесь правая сторона, это высокий уровень агрофона. И на низком агрофоне сорта примерно одинакового порядка. Поэтому, конечно, для того, чтобы получать максимальный экономический эффект, нужно, и чтобы сорта проявили в себя в наибольшей степени, надо создавать им самые благоприятные условия. Ну и мы классифицируем сорта по реакции на уровень агрофона. Это на высокий агрофон. Это в основном полукарликовые, короткостебельные сорта. Есть сорта для среднего агрофона. Это короткостебельные, среднеспелые. И есть среднерослые сорта для среднего и бедного агрофона. Кроме того, по предшественникам тоже сорта различаются. И на каждом предшественнике они могут меняться рангами по урожайности. Но колоссовой предшественник сейчас очень сильно распространен. Есть линейка сортов, которые дают здесь наибольший результат. Подсолнечник, сахарная свекла. Причем для оптимальных сроков сила, для поздних сроков сила. И лучшие предшественники. По кукурузе на зерно тоже есть таблица. Она нами широко представляется. Но там основным критерием это устойчивость к фузариозу колосса. Дальше. Наши сорта относятся к пяти группам спелости. От ультраскороспелых до среднепоздних. И разница по датам созревания составляет до двух недель. А с введением сорта Кубань ультра 11. Это еще граница расширяется. Использование разных групп спелости в одном хозяйстве позволяет стабилизировать урожайность пшеницы по годам. Поскольку в разные годы разные группы спелости доминируют по урожайности. Также это позволяет расширить сроки оптимальной агротехнического проведения работ. Снизить нагрузку на уборочную технику. И здесь также наши сорта тоже имеют разную реакцию. При посеве в оптимальные и поздние сроки сева они тоже могут меняться рангами по урожайности. Это тоже нужно учитывать. Ну и сорта наши относятся к двум моделям. Это крупноколосые сорта, которые формируют урожай за счет крупности колоса. И для них достаточно сформировать где-то 400 колосев на квадратный метр. И сильно кустящиеся, которые дают наиболее высокий урожай при густотах от 800 и более 1000 колосев на квадратный метр. Ну и в зависимости от того, к какому типу относятся. Здесь вы видите азотная подкормка. Для сильно кустящихся должно преобладание первой азотной подкормки. Для крупноколосых наоборот уже при выходе в трубку большая доза. И здесь мы можем получить тоже различный результат. Ну и здесь я бы хотел показать, что азотная подкормка, она всегда должна быть в условиях Кубани, по крайней мере, для получения высокого урожая и высокого качества. Вы видите, здесь, если мы не давали ничего, то по сравнению с 3 центнерами аммиачной селитры, мы получаем прибавку в среднем по опыту 2,5% белка, 39 центнеров урожайность. За счет увеличения количества колосев на единице площади. И эффективность весенних подкормок в таком случае 13 почти килограмм зерна на 1 килограмм внесенной аммиачной селитры. Но если мы берем, допустим, более новый сорт Победа 75, то здесь у нее уже более высокие показатели. Здесь уже урожайность почти 5 тонн прибавки по сравнению, мы не уносили. Также растет содержание протеина. И здесь уже почти 16 килограмм зерна на килограмм внесенной аммиачной селитры. Ну и это выглядит вот таким образом, по упрощенной схеме. 3 центнера тогда стоило 6900 рублей. Стоимость дополнительной продукции 69730 рублей в среднем по опыте. И Победа 75 на 17,6% больше за счет более эффективного использования азотных удобрений. Ну и еще одним из факторов снижения затрат является снижение норм высева. И современной технологии они позволяют более низкие нормы высева использовать. И таким образом снижается использование пестицидов при протравливании. Отчасти повышается зачастую урожайность. И особенно это эффективно при семеноводстве. Здесь мы можем как угодно далеко уходить с нормами высева. Но мы рекомендуем наши семена оригинальные выращивать при нормах высева не более 100 кг на гектар. И вот видите результаты 2022 года. Ряд сортов даже при норме высева 1,5 млн на гектар имели преимущество по урожайности по сравнению с 3,5 млн. Ряд сортов наоборот снижал урожайность. Но это все зависит от года. Но тем не менее урожайности обычно сопоставимы и мало чем отключаются. Конечно снижение норм высева это увеличение рисков, недополучение продукции. Но тем не менее оно имеет большой экономический эффект. И вы видите здесь что коэффициент размножения если при норме 3,5 здесь в районе 1,60-1,65. То при снижении до 1,5 млн здесь 1,136-1,153. И здесь я просто хочу Александра Васильевича отнять хлеб. Вот они на больших площадях. Видите гром 70 гектаров, таня 147. Здесь уровень урожайности при норме высева 100 кг. В районе 100 центнеров зерна с гектара. И коэффициент размножения 1 к 100. Оригинальные семена они дорогие. И таким образом можно вдвое снизить стоимость этих семян. Ну а вообще в практике еще академик Лукьяненко в 60-е годы размножал Аврору-Кавказ при норме высева 20 кг на гектар широкорядно. Получал 60 центнеров зерна с гектара. И коэффициент размножения достигал 1 к 300. Ну и вот в качестве примера агроэкологический адрес сорта Победа 75. Новый сорт. Здесь лучшие предшественники. Запрещается посев по кукурузе на зерно. И относится к лучшим сортам для колоссовых предшественников. Сроки сева оптимальные для зоны. Ну и можно использовать поздние сроки сева. Ну и по пропашным предшественникам он тоже хорошо удается. Поскольку сочетает и высокую урожайность и качество зерна. Норма высева 3,5-4 миллиона схожих семян в оптимальный срок посева. 5 миллионов в поздний срок. И защита по схемам общепринятым для зоны. Но на среднем агрофоне можно снижать пестицидную нагрузку. Ну спасибо за внимание. Желаю достижения высоких показателей. Спасибо. Друзья, есть вопросы, Евгений Николаевич? Нет? Кто у вас? Перетягивая. Скажите, вот из нашего выступления видно, что сорта в большинстве случаев, которые давно уже высеваются, коллектив остается все тот же. А риторика поменялась. Из 5 миллионов норма высева семян вы теперь говорите, что там 100 килограммов в вашей речи прозвучало. И в конце опять вы показываете норму высева ту же самую, которая звучала раньше. Хотел задать вопрос. Скажите, а в чем была ошибка вашего коллектива, который раньше утверждал одно, а сейчас риторика поменялась и пошла на минимальную норму высева семян. Хотя все осталось прежнее. Не, я думаю... Ошибка тогда или ошибка сейчас? Я думаю, что мы... Не все осталось прежнее. Сейчас технология, она шагнула вперед. Когда мы, когда там 20 лет назад мы получали 30-40 центнеров зерна с гектара, то для спокоя души мы сеяли 5 миллионов, 6 миллионов, 7 миллионов люди сеяли. Оно было зеленое. И в принципе урожай 3-4 тонны зерна с гектара нас устраивал. Сейчас у нас более совершенная техника, посевная. Она распределяет и по площади равномерно, и по глубине. Лучше обрабатывается почва. Лучшие средства защиты. Более высокий уровень минерального питания. Поэтому один из шагов повышения урожайности, если мы хотим получить высокий урожай, то мы уже на 5 миллионах здесь сильно его не получим. Но есть сорта, которые требуют все-таки высоких норм высева. Это та же Кубань сорт. Ясно. Спасибо, Игорь. Еще вопрос, пожалуйста. Во-первых, я хочу сказать, что низкая норма высева, я уже говорю, это обязательный агроприем при размножении оригинальных семян и семян высоких репродукций. И надо понимать, что норму высева можно снижать бесконечно. Был такой председатель резников колхоз «Победа» Каневского района. Он в свое время выпросил у Людмилы Андреевны сорт спартанка 8 килограмм и посеял его на одном гектаре. И он получил 40 центнеров зерна с гектара. И через два года он торговал всему краю. Но при этом, конечно, мы больше рискуем, мы закладываем больше рисков. Поэтому для производственных посевов 3,5-4 миллиона схожих семян это достаточно для получения высокого и наивысшего урожая при соблюдении всех технологий. А что для вас высокий наивысший? Урожай? Да. Ну, что для нас наибольшее? Вообще, как говорится, если мы получаем уже в производстве или наши коллеги 100 центнеров зерна, это, конечно, пока максимальный урожай. Но сведения такие поступают. Вот даже в Воронежской области нам одно хозяйство, большое фермерское, там больше 30 тысяч гектаров, они получили гром больше 100 центнеров в предыдущие годы. Субтитры подогнал «Симон»